Я добрался до пистолета. Это интересный пистолет. Никогда не слышали Glock 19. Хотя на самом деле это, конечно, не Glock 19. Это пистолет компании Typhoon с номером 0001. Это прототип. До того, как этот пистолет выйдет в продажу, пройдет, наверное, еще полгода. Есть разные версии этого пистолета в той или иной мере готовности. Но, что интересно, этот пистолет не полная копия Glock. Хотя технически, да, это Glock внутри. Но внешне они стараются идти в ногу со временем. Пистолеты у нас адаптируются под эргономику. Это бывает по причине того, что они хотят просто больше что-то продать, как это называется, маркетинг. А иногда это действительно имеет смысл. Разные частные компании делают всяческую кастомную работу над Glock. Они по-своему стараются улучшить эргономику Glock, поскольку эта эргономика, в общем-то, не всем нравится и не всем подходит. И есть над чем работать. Делают разного рода пропилы, степелинг и так далее. Разные выпилы под пальцы, которые позволяют несколько изменить хват. И, с их слов, увеличить контроль над оружием. А также популярен степелинг. То есть делают с помощью выжигателя, грубо говоря, специальную шершавую поверхность текстурную, для того, чтобы оружие удерживалось более уверенно, потными или мокрыми руками. Турецкие ребята принимают это во внимание и делают со своим оружием уже с самого станка, с самого начала что-то подобное. То есть делают шершавую такую поверхность, удобную для рук. Но здесь это воплощено уже в самом начале, собственно говоря. Ну и исправляются те ошибки или не ошибки, которые были допущены раньше. Например, компания Glock в разных своих генерациях делала рукоятку. То с выемками для пальцев, то без выемок для пальцев. Теперь же они решили, что выемки для пальцев не нужны. Никак не определяться, нужны эти выемки или нет. Здесь выемок нет, но пластик высококачественный, хороший. Кстати говоря, сейчас при производстве пистолетов и вообще оружия часто используют 3D-принтер. 3D-принтинг это распространенная практика, чтобы какие-то вещи и узлы обкатать заранее. Компания Typhoon производит эти пистолеты сейчас в виде прототипа. То есть они, по-моему, 100 штук их сделали, стреляют в разных вариантах. Но насколько я видел, вот насколько я стрелял сегодня и вчера, проблем никаких с пистолетом нет. За исключением тех проблем, которые я имею с пистолетом Glock. В частности, вот эта вот штука. Ну, собственно, вот классическая задержка. Магазин еще не опустел. То есть патроны есть. Но я поджал затворную задержку вот этой частью своей руки. И пистолет просто встал на эту затворную задержку. Я не могу сказать, что это проблема пистолета или вообще назвать это какой-либо проблемой. Но суть в том, что у некоторых стрелков, в частности, у меня, это регулярная проблема. На соревнованиях я снял вот эту штучку. Для того, чтобы не иметь затворной задержки, которая мне, собственно, и не нужна. И стрелял так. Но никто ничего мне не сказал. Но по факту оказалось, как мне судьи пояснили, так делать нельзя. Потому что я изменил конструкцию пистолета и должен был быть переведен в открытый класс. Местные же Glock'и меня очень порадовали. Они по факту являются полной копией. То есть внешняя оболочка более современная, более эргономичная в духе времени. А внутренняя часть полностью повторяет Glock'и. Ну, собственно говоря, они делают для того, чтобы продавать их в Америке и в других странах, где короткоствольное оружие доступно. В ту же Азию, в тот же Таиланд. Единственное, что я не могу проверить сейчас, я не могу проверить, может ли он прожить 300 тысяч выстрелов. Как рекордные Glock'и, да? Живут. У них гладкие стволы, заменяют пружины, но до 300 тысяч выстрелов выживают. И неспроста тиры выбирают как арендное оружие Glock'и. Потому что они живучи. Ребята держат нос по ветру. Например, вышел не так давно пистолет-эшелон у Springfield Armory. Мне кажется, этот пистолет, он даже интереснее, чем Glock. Хотя просто Glock появился первым, как и Xerox стал нарицательным, так и Glock стал нарицательным в каком-то смысле. Пластиковый невидимый пистолет из фарфора. Из крепкого орешка, его так называли. Но, тем не менее, сейчас уже многие производители и по качеству не уступают, и в плане эргономики каких-то технических решений тоже. В частности, мне не нравится наклон рукоятки у Glock'а. Мне кажется, он более естественно вертикальный. Немножко поясню, почему. Потому что, когда я держу свою руку, она имеет достаточно вертикальное положение. Когда я беру пистолет Glock в руку, мне приходится выключать запястье, как говорят инструкторы в тирах. Выключать запястье, но, может быть, мне и не нужно его выключать. В общем, практика показывает, что с пистолетом Glock мои результаты похуже, с пистолетом ЧЗ, где более вертикальная рукоятка, получше. Получше, еще более вертикальная на пистолетах 19-11, ну и почти совсем вертикальная, например, на пистолете ТТ. Короче говоря, это не аксиома, вот этот наклон рукоятки, дело вкуса. Я пробовал буквально все их. Несколько видео есть про пистолет, например, про пистолет Эллен. Это очень интересный пистолет, но, опять же, они заставляют стрелка выгибать кисть. В турецком Glock'е наклон рукоятки такой же, как и у Glock'а оригинального, но держать его в моих конкретных руках более удобно, потому что форма рукоятки менее кирпичная и имеет на себе изгибы, повторяющие физиологию человеческой руки. Форма рамки и затвора у них собственного дизайна, и элементы внешнего тюнинга могут не встать на этот пистолет. Например, съемный крон от Rus Defense, который вы видели в одном из наших прошлых роликов, который позволяет поставить коллиматор, сюда его не поставить. Хотя современная тенденция пистолета-строения, если можно так сказать, сделала нормой уже в базе иметь площадку крепления для коллиматорных прицелов. Тут пока эта возможность не реализована, но уверен, что они это сделают, так как гибкость местного производства по-настоящему удивляет. Чтобы внедрить любую разработку, тут не требуется согласование, какой-то подписи или указания сверху. Если что-то нужно сделать, сделать что-то полезное или востребованное рынком, они это просто берут и делают за несколько дней. Кстати, о пистолетах. Вы удивитесь, а может быть и нет. Но в Турции легализовано владение и ношение пистолетов. Их схема выдачи разрешений на пистолет совсем не похожа на американскую. Она тут весьма самобытна. И, как мне кажется, вполне могла бы прижиться и на российской почве. Когда я изучал местное оружейное законодательство, на теме пистолетов я был просто поражен одним обстоятельством. Оно касается привилегированных лиц, которые могут легко купить пистолет. Мне пришлось остановить и повторно переспросить офицера местной лицензионки, чтобы уточнить, какую категорию граждан он мне только что назвал. И нет, это не чиновники, не какие-то там звезды. Оказалось, что преимущественное право на покупку и ношение пистолеты имеют пасечники. То есть производители меда. Если вам интересно узнать, как в Турции организовано лицензирование и оборот гражданского оружия в сравнении с Россией, то напишите об этом в комментариях и поставьте лайк, чтобы я понял, что такое видео для вас нужно снять.